Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся в центре Сангейтс, и на территории центра Сангейтс начал работу косметологический кабинет, ее хозяйка Оксана Кравчук. Оксана, добрый день! Здравствуйте! Да, вот немножечко расскажите про себя и для наших радиослушателей, для наших телезрителей, что это за кабинет. Я смотрю, масса каких-то приборов, причем они больше похожи на какие-то оборудования в госпиталях, которые стоят. И о чем идет речь, и у вас есть особая методика. Вот немножко обо всем. О себе только начните. Дорогие друзья, меня зовут Оксана Кравчук. Я уже 16 лет занимаюсь косметологией и работаю в сфере красоты. Что я хочу сказать. В Америке я сравнительно недавно, полтора года, но все-таки я пошла дальше продолжать развивать свою профессию и решила открыть кабинет здесь. Что мы делаем в нашем кабинете? У нас есть разные приспособления. Кальваника, микрокарент, микротоки, микроболновые токи, микродермопразия. Это все вот этот аппарат? Да. Как называется этот аппарат? Это называется комбайн. 11-ти функциональный комбайн. Здесь большинство всего то, что база самая необходимая для работы, для решения проблем. А проблем каких? Проблемы есть разные. То есть мы решаем проблему экни, то есть воспаление на лице. Мы делаем лифтинговые процедуры, мы делаем антиэйджинговые процедуры. Мы пытаемся решить любую проблему. То есть возрастные какие-то проблемы, да? Омоложение лица. Да? Ну, если мы омолаживаем весь организм, то лицо тоже омолаживает. Конечно. Конечно. Тем более, что мы должны помнить, что не бывает хорошего лица без хорошего здоровья. И поэтому наша кожа – это индикатор состояния нашего здоровья. Не бывает такого, что в больном организме хорошая кожа. Точно так же не бывает, что в здоровом организме плохая кожа. Это всё взаимосвязано. То есть мы пытаемся решить не только проблемы внешние. Точно так же советуем, куда обратиться, если мы видим, что у человека какие-то серьёзные проблемы. Оно всё читается на лице. И наша задача – правильно прочитать это всё и помочь человеку. Оксана, скажите, вот слева от вас находятся тоже какие-то процедурные аппараты. Для чего они? Вот этот аппарат, он называется радиолифтинг и для кавитации. Радиолифтинг – это такая процедура, которая помогает потянуть кожу лица, стимулирует обновление коллагена. Вот коллаген у нас, образно сказать, это пружинки. И с возрастом они растягиваются, то есть они становятся более широкими. И вот с помощью этого аппарата, он действует на глубокие слои кожи, мы делаем, идёт полностью восстановление, омоложение коллагена. Появляется новый коллаген, который имеет точно такую же форму, как 10-15 лет назад. Конечно, для этого нужно время. С первой процедуры не всегда это видно, но очень-очень хороший результат. Ну а методика, которой вы пользуетесь, когда к вам приходят клиенты, это какая-то особая методика? Потому что мы с вами говорили до этой передачи, вы говорили, что у вас есть методика, которую уже вы практикуете в течение очень многих лет. Ну, конечно, я изучала несколько косметических школ в Европе, и каждая школа приходит, имеет свой подход к решению проблем кожи. Моя методика заключается в том, чтобы человеку помочь внешне, но точно так же, и узнать причину, почему та или другая проблема случилась с человеком. То есть это должно быть комплексный подход к решению проблемы. Не должна работать только я, должен работать и врач, то есть мы направляем к врачам, если это надо. И точно так же очень важно читать болезни по коже. Если, например, очень часто встречается высыпание у молодых людей, и в большинстве случаев это идет от переизбытка гормона тестостерона. У девочек особенно. Мы должны это учитывать, мы должны прочитать это по коже и человеку помочь. Потому что если я буду только чистить и решать внешнюю проблему, не посоветую я человеку обратиться куда-то дальше, чтобы искоренить ту причину, которая дает эту проблему, результата не будет. И я считаю, что это одно из важнейших направлений, которые должен человек понимать, читать болезни по коже лица. Оксана, давайте я вам задам такой, не совсем, скажем, традиционный вопрос. По определению почему-то считается, что люди ходят в косметологические кабинеты или в СПА, это женщины. А мужчинам, как правило, не до того, у них нет времени. Но я уже не один раз наблюдал, что к вам входят и мужчины. Они к вам входят, как-то сказать, по знакомству или у вас есть отдельная программа для женщин и отдельная программа для мужчин? Ну, в действительности кожа мужчины и женщины практически ничем не отличается. Единственное, что кожа мужчины, она более и более толстая. Вот. И у мужчин точно такие же проблемы, как у женщин. Есть высыпания, есть пигментные пятна, есть процессы старения, никто их не отменял. И мужчины точно так же хотят выглядеть ухоженными. И они ходят. И процедура для мужского фешила ничем не отличается от женского. Единственное, что надо иметь больше силы и здоровья. Понятно. Ну, я наблюдал о том, что к вам ходят, обычно хотят выглядеть хорошо. Ну, понятно, женщины в любом возрасте. А мужчины, которые уже достаточно молодые. Но я видел, к вам ходят мужчины не такие уже молодые. То есть, они ходят для того, чтобы хотеть лучше выглядеть. Или вы им как-то помогаете еще в другом плане, скажем, омолодить свой организм или избавиться от каких-то проблем не только на лице? Ну, я избавляю от проблем на лице. Вот. Да, мужчины приходят с старшего возраста. Есть такая живая проблема – это пигментные пятна. Пигментные пятна? Да, возрастные. И вот мужчины очень часто болезненно относятся к старению. Точно так же, в принципе, как и женщины. И поэтому они пытаются всеми способами избавиться. Если не получается дома, то они идут к специалисту. А что, пигментные пятна разве можно устранить с помощью каких-то процедур? Конечно, их можно высветлить. Высветлить, но это временное явление? Это временное, потому что, опять же, нужно смотреть, почему эти пятна появились. Пятна, коричневые пятна, дают заболевание печени. То есть, если это идет внутреннее, то есть, надо посоветовать врача, надо посоветовать терапевта, который поможет проверить печень. Возможно, ее надо почистить. Возможно, надо как-то прогнать желчь, например, это слепое зондирование, где-то такое. И тогда мы сверху уже снимаем, но это, опять же, причина, ахорий внутри. То есть, это комплексный подход, который вы как раз и практикуете, что, в общем-то, совершенно логично. И с моей точки зрения, как Центр Сангейтс, который и занимается вопросами внутреннего и духовного здоровья, самый правильный подход. То есть, это не просто на лице или на теле выступили какие-то там плечи, угри, пятна и так далее. Есть причина. А есть всегда причина. То есть, вы работаете в комплексе, и вы можете даже, я так понял, определить, даже если человек этого не знает и не понимает, вы можете определить, в чем какая-то причина, и посоветовать идти к узкому специалисту, который эту причину найдет. Правильно? Конечно. Понятно. Оксана Кравчук, руководитель косметологического кабинета в Центре Сангейтс. Прошу любить и жаловать, дорогие друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова